МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика. В студии Татьяна Трофимова. Смотрите сегодня. Цели и задачи. Об основных направлениях развития, обозначенных в послании главы Чуваши. Денис Кимо. Об истории популярного во всем мире лакомства. Вектор развития задан. В этом году в Республике должны увеличиться инвестиции в экономику, вырасти объемы строительства жилья. Продолжит совершенствоваться и образовательная инфраструктура. Михаил Игнатьев определил задачи на перспективу. Послание главы Чуваши уже размещено на официальном портале органов власти. И ознакомиться с текстом может каждый. О деталях программного документа в репортаже Дмитрия Ковалева. Работа над посланием главы региона продолжалась не один месяц. При подготовке текста учитывали и предложения жителей Чуваши. Программный документ – стратегия развития на годы вперед. Республике необходим прорыв. Это Михаил Игнатьев отмечал не раз. Новую планку задали реальному сектору экономики. Так, перед правительством республики поставлена задача к 2020 году привлечь не менее 250 миллиардов рублей инвестиций. Ежегодно открывать как минимум 5 новых производств. Привлечь не менее 85 миллиардов рублей из внебюджетных источников на создание новых производств и модернизацию существующих. Благодаря реализации инвестиционных проектов во всех сферах экономики в республике за последние 3 года создано более 7 тысяч рабочих мест. Всего к 2020 году планируется создать около 11 тысяч рабочих мест. В инвестиционные проекты предприятия свои средства вложили больше 26 миллиардов. В этом году 70 было инвестиционных проектов. Это в рамках развития предприятия. И вклад республики, в том числе и федеральные деньги, и республиканские, свыше 2 миллиардов. Я думаю, эти деньги окупятся. Инвестиционные проекты должны отразиться и на росте заработной платы. По прогнозу в 2020 году она достигнет порядка 32 тысяч рублей. Расчетный уровень заработной платы в 2025 году состоит более 45 тысяч рублей. К 2030 она должна увеличиться до 62 тысяч рублей. Глава региона обозначил приоритеты в секторе АПК. К 2024 году доля экспорта продукции должна вырасти в три раза. Еще одна задача – цифровизация агропрома. Начало положено. Ряд сельхозпредприятий республики сейчас даже поля обрабатывают при помощи спутниковых систем. В рамках национального проекта «Экология» в Чувашии продолжат рекультивацию свалок и строительство станций для перегрузки мусора. Главам муниципальных районов совместно с главами поселений, главам городских округов республики необходимо до конца текущего года создать площадки накопления ТКО во всех населенных пунктах, обсуждая эти вопросы только с местными жителями. Реализация приоритетных проектов потребует немалых ресурсов. Глава республики отметил, что доходы бюджета продолжают расти. Многомиллионные суммы поступают от аренды муниципального имущества и вовлечения в оборот земельных участков. Еще один важный момент. Органы власти должны вести открытый и честный диалог с жителями. Одним из эффективных способов связи органов власти с людьми должны стать социальные сети. Казалось бы, что проще. Многие приложения сейчас позволяют даже с телефона выйти в прямой эфир, чтобы пообщаться с подписчиками и обсудить проблемы. Михаил Игнатьев поручил использовать такие мессенджеры для обратной связи. Глава республики уже подал пример. На его аккаунт в инстаграме подписаны почти 12 тысяч человек. Обратиться к руководителю региона может каждый. В послании главы региона госсовету немало задач адресовано медикам. В ближайшие годы должна вырасти продолжительность жизни мужчин, которые чаще погибают от вредных привычек. В республике намерены стимулировать рождаемость. Так молодоженам будут выдавать специальный сертификат для бесплатного осмотра у специалистов перинатальных центров. На первый план выходит и развитие детской медицины. Мы имеем и собственные проекты, и программы, в частности, это школьное здравоохранение. Абсолютно, так сказать, безальтернативно сегодня мы пришли в школы и начали профилактическую работу по многим направлениям. Это и стоматология, и офтальмология. Пункты охраны зрения созданы сегодня в 28 школах. Образование станет более доступным, а еще и инновационным. В республике намерены создать специализированный центр поддержки одаренных ребят. В ближайшие годы будет реализована и масштабная программа строительства школ и детских садов. Сейчас мы получили больше всех в стране на ликвидацию очередности дошкольного образования до трех лет. Поэтому фактически миллиард 200 миллионов – это очень серьезная сумма. Сейчас у нас будет 17 детских садов построено в ближайшее время. Первые ряды на оглашении послания к госсовету отвели активистам молодежных организаций и добровольцам. Михаил Игнатьев отметил, что поддержка инициатив волонтеров будет только усиливаться. Министерство образования взять, когда была поставлена задача, обвлечение молодежи. В принципе, для нашей общественной организации целевая аудитория – это и есть подрастающее поколение республики. От детского сада, где мы проводим занятия, школьные учреждения, в вузах, в детских оздоровительных лагерях. В принципе, охват молодежи, что было поставлено главой – это, в принципе, хорошая задача для привлечения молодежи в патриотическое воспитание. Волонтеры передали эстафету работникам мельпомены. Год театра должен положить начало масштабному марафону. Лучшие спектакли обязательно должны посмотреть даже жители отдаленных сел. А к столетию республики в муниципалитетах возведут 25 современных домов культуры. Реализация поставленных задач должна начаться уже сейчас. Дмитрий Ковалев, Елена Гарперина, Павел Иритков, Андрей Шоклев и Бахтияр Велиев. Республика. Кризис позади. На предприятия концерна «Тракторные заводы» в этом году планируют принять 2500 работников. Потребность в кадрах возникла из-за увеличения объемов производства. Например, завод «Промтрактор» «Промлит» за год нарастил мощности на 142%. Рабочие возвращаются на производство. Это самый явный признак, что завод снова встает на ноги. Я до этого просто здесь тоже работал. Раньше. Но когда был кризис, то есть зарплату переставали платить, задержки были, я уходил. То есть сейчас, получается, в 2018 году в октябре пришел обратно. С осени «Промтрактор» «Промлит» ежемесячно идет в плюс. В прошлом году объемы производства стального литья достигли отметки 17 тысяч тонн. Это 142% от показателей 2017-го. План на 2019 год увеличить еще в 2,5 раза. Заказы на детали железнодорожного назначения и тракторной тематики поступают от других предприятий концерна. Тракторного завода, агрегатного, после длительного перерыва возобновили сотрудничество с филиалом РЖД по поставкам крупного вагонного литья для грузовых вагонов. Я когда приехал в ноябре месяце и увидел, сколько здесь продукции. И то, что мы на данный момент, это видно, что задел есть надолго. Условия труда, обрубщика самого, они тяжелые в любом случае. Работать тяжело, но, как сказать, в нынешнее время и в нашем регионе это самое прибыльное зарплату. Ну, именно то место, где можно заработать. С ростом объемов стала выше зарплата сотрудников. Руководство рассчитывается с накопившимися за годы кризиса долгами. Мы сегодня платим за 2018 год. Выплатили все начисленные налоги, то есть у нас нет долгу перед налоговыми органами. У нас уже на сегодняшний день заработная плата основных рабочих составляет от 40 до 60 тысяч рублей. Ну, по отдельным таким специальностям. А вот в основной массе это основных рабочих до 40 тысяч рублей. Кто не имеет специальности, мы обучаем специальностям. Завод сейчас нуждается в новых кадрах. Станочники, обрубщики, наждачники, сварщики на работу планируют принять более пяти сотен рабочих. Перед предприятием стоят амбициозные задачи по дальнейшему росту производительности труда. Этот завод у нас включен в национальный проект, он будет участвовать в части повышения производительности труда. И поэтому, тем более, мне сегодня это было интересно посмотреть. И статистика уже это показывает. И сегодня заработная плата составляет более 27 тысяч. И самое главное, задачи и порасширения по модернизации оборудования производства на поставленном сегодняшнем руководстве. Планируют, например, освоить производство комплектующих для горнодобывающей, карьерной и лесозаготовительной техники. Ирина Волкова-Бахтияр, Велиевка, Республика. После печально известных событий во всех регионах страны идет тотальная проверка газового оборудования. Обходят многоквартирные дава и специалисты местной ведомственной службы. О возможных нарушениях и практических советах в сюжете Татьяны Леонтьевой. Здравствуйте, Газпром, газоразбородитель. Нам бы провести техническое обслуживание газовых приборов. Альфия Цюленева переехала в Чебоксар из Новосибирска пару месяцев назад. Газовиков в новой квартире встречают в первый раз. И сразу серьезные нарушения. Вытяжку нужно будет убрать на сегодняшний день. Они препятствуют воздухообмену. Неправильно установленная вытяжка досталась от предыдущих хозяев. Присоединять воздуховод к винтканалу запрещено. Так, комната полностью лишается естественной вентиляции. Запахи газа, пыль, продукты сгорания – все остается в помещении. В случае обнаружения самовольно установленных вытяжных устройств механических на вентиляционных каналах, наша компания предупреждает собственников помещения о необходимости демонтировать и привести их в проектное состояние. Если нас не слышат и не понимают в целях безопасности, мы вынуждены сообщать об этом в государственную жилищную инспекцию. Если штраф платить не хочется, есть несколько способов сделать все по нормам. Первый – установить вытяжку без воздуховода, которая работает по принципу рециркуляции. В нее встроены специальные фильтры. Другой вариант – сделать отверстие для воздуховода в наружной стене. Но сначала нужно получить разрешение госжилинспекции. В нашем случае вытяжку демонтировали и проверили работу вентиляционных каналах. Далее – обследование газовых приборов. Слесарь полностью разбирает плиту и проверяет каждый сантиметр детектором утечки газа. В квартире Альфии Тюлейневой все оказалось в полном порядке. Опасность, конечно, была какая-то, потому что у меня мама старенькая дома. Я боюсь ее одну оставлять. Мало ли, что какая-то утечка, какая-то, что-то в обуле тоже она уже много ей лет, поэтому теперь я ее спокойно могу оставить, не боясь ничего. На безопасность экономить не надо. Это наша безопасность, это наше здоровье. С начала года в республике газовики проверили более 300 многоквартирных домов. Основная неисправность – это отсутствие притока воздуха, необходимого для полного сжигания газа и для нормального воздухообмена. Проверять газовое оборудование нужно раз в год. Если этого не делать – штраф в 2000 рублей. Узнать, когда газовики придут в ваш дом, можно на доске объявлений у подъезда или на официальном сайте. Татьяна Леонтьева, Павел Редков, Республика. На этой неделе в центре внимания оказался маленький житель Чебоксар, которого отец-сириец хочет увезти в Австралию. Мама мальчика не состояла в официальном браке с беженцем из Сирии. Больше того, после рождения ребенка его отец до недавнего времени не появлялся. Мама малыша, к сожалению, умерла. Его воспитывает бабушка. Не так давно отец через суд установил свое отцовство, а теперь намеревается увезти ребенка в другую страну. Правда, есть информация, что он хочет оставить сына своему брату, живущему в Москве. Неизвестно, на какой срок. Уполномоченный по правам ребенка в Чувашской республике Елена Сапаркина отметила, определить место жительства мальчика должен только суд. По имеющимся на сегодня сведениям, суд установил лишь отцовство ребенка, не определив место жительства. Я еще раз повторяю, что если между двумя взрослыми отсутствует соглашение о проживании и воспитании ребенка, то споры по этим вопросам решает только суд. В данном деле судебного решения об определении места жительства на сегодняшний день, насколько нам известно, нет. Поэтому здесь следует обращаться в судебные органы и решать этот вопрос в судебных органах. А со своей стороны мы окажем полное содействие, чтобы решение было принято с учетом интересов ребенка. Доступный спорт. В России может появиться новый налоговый вычет за расходы на физкультурно-оздоровительные услуги. Сейчас Федеральный Минфин начал разработку законопроекта о предоставлении гражданам социального налогового вычета по расходам на спортивно-оздоровительные услуги. Рассмотреть возможность возвращать людям 13% от потраченных на платные спортивные занятия денег поручил президент России Владимир Путин. Конкретные виды услуг и список организаций, на которые будет распространяться вычет, определит Федеральное министерство спорта. Предположительно, новый налоговый вычет можно будет оформлять с 2020 года. Пока возвращать 13% можно с денег, потраченных на обучение, медицинские услуги, покупку жилья. Подать декларацию для этих целей можно в течение всего года. Все, кто хоть раз был на спектаклях в театре юного зрителя, знают актрису Полину Чемжаеву. За 40 лет на сцене она сыграла десятки ролей и стала любимицей зрителей. Теперь у ее поклонников появилась возможность побольше узнать о жизни и творчестве народной артистки Чувашии. В Национальной библиотеке прошла презентация книги Полины Чемжаевой. На сцене возможно все. У книги необычный формат. Здесь нет единого повествования, особой драматургии. Книга поделена на три части. Составитель, переводчик, автор отдельных текстов, писатель и журналист Галина Матвеева. Она рассказала, что знает артистку с юных лет, но близко познакомилась только в процессе работы над книгой. У меня были свои варианты, свои предложения. Мы встретились с Полиной Ивановной, поговорили и вот решили сделать книгу из трех частей. В первую часть вошли у нас рассказы о ее детстве, о молодости, о том, как она училась в музыкальном училище в Чебоксарах, как она добиралась сюда, как заявление подавала, очень интересно читать. А во вторую часть вошли газетно-журнальные материалы. Третья часть очень личная. В нее вошли письма, которые актриса писала своему мужу. При всем этом книга не только о жизни и творчестве Полины Чемжаевой, но и о тех, у кого она училась и кто навсегда остался в ее сердце. Эта книга как бы благодарность от меня артистам, режиссерам, учителям. А учителя уже многие ушли. Виктор Павлович Романов, Ярдыкова. Когда они со мной рядом работали, я молодая была, не могла отблагодарить им. И я решила сейчас отблагодарить с этой книгой, чтобы чуварский народ всегда знал их и помнил. Мне очень радостно, что сегодня она смогла выпустить такую замечательную книгу. Книга читается на одном дыхании. Это книга ценна тем, что будущее поколение может гордиться такими людьми, как Полина Ивановна. Символично, что книга появилась в преддверии года театра в России. Полина – выпускница театрального отделения Чебоксарского музыкального училища. В 79-м пришла работать в театр юного зрителя и с первых же работ покорила зрителей пластичностью, непосредственностью, темпераментом. У нее получается играть роли самого разного плана и диапазона. Сегодня в столице республики стартовала третья общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения. Инициаторы столичной акции – объединение библиотек. Сегодняшнего дня и по 14 февраля в чебоксарских библиотеках ждут горожан с книгами. Некогда любимые издания во многих квартирах уже давно пылятся на полках. Пусть у них появятся новые читатели. Организаторы акции просят приносить их в городские библиотеки. Адреса и контакты есть на сайте «Маяк.чеб.ру». Библиотекари будут рады каждой подаренной книге, и не важно, новая она или уже прочитанная. Лучших дарителей будут честовать 14 февраля в Международный день книгодарения в Центральной городской библиотеке имени Маяковского. Международный день «Искимо» ежегодно празднует 24 января миллионы поклонников холодного лакомства. О любви к сладкому десерту и некоторых секретах производства расскажет Юлия Важенина. Кто и когда изобрел «Искимо», для чего в него вставили палочку и откуда пошло его название? Вокруг создания этого кулинарного шедевра существует довольно много легенд. По самой популярной версии автора «Искимо» кулинар-кондитер Христиан Нельсон. Именно он придумал покрывать шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его «Пирожок эскимоса». Это произошло в далеком 1919 году. За прошедшие 100 лет популярность «Искимо» только выросла. Его едят как летом, так и зимой. Поскольку эта позиция очень любима, у нас объемы практически не падают. То есть мы круглый год выпускаем загадку и не только. То любимое мороженое, которое ели давным-давно, можно попробовать и сейчас. О вкусах не спорят, особенно с детьми. Огромное количество детей в мире предпочитает «Искимо» другим видом мороженого. Его популярность в сочетании мягкого сливочного мороженого и ломкой оболочки из шоколадной глазури. Большие любители «Искимо» не могут не отметить и особое удовольствие в виде послевкусия от деревянной палочки. Мы, конечно, шутим, но именно за счет удобной ручки это мороженое стало таким популярным уличным десертом. Побывать на производке мороженого – мечта каждого ребенка. И здесь есть на что посмотреть. Например, еще мягкое мороженое по этой ленте едет в морозильную камеру. Там минус 40 градусов. Уже охлажденное мороженое движется дальше по ленте и окунается в горящую шоколадную глазурь. Вы даже не представляете, как вкусно здесь пахнет. Очень жаль, что камера не может этого передать. 6 тысяч порций в час. Именно столько производится на фабрике мороженого в столице Чувашии. Галина Творогова работает на этом производстве уже более 20 лет. Шутит, что пошла работать в цех только благодаря молочной фамилии. В детстве я мечтала, моя мечта, я люблю мороженое, моя мечта. Это связано с моей профессией. Я закончила сельскохозяйственный институт и хотела я всю жизнь. Это связано с молочным производством. Сложно то, что у нас холодно и постоянно надо в чистоте, в порядке все это держать. Все надо контролировать. Мороженое, пожалуй, самый популярный десерт во всем мире. Кстати, вовсе не обязательно покупать его в магазине. Можно сделать эскимо дома. Рецепты совсем не сложные, а главное, доступные даже для неопытных кулинаров. Юлия Важенина, Валерий Резюков, Андрей Спиридонов, Республика. Выходные с пользой. В воскресенье 27 января в столичном парке имени Николаева пройдет экологический праздник «Зимний эко-двор». Бумагу, пластиковые бутылки, крышки от соков и воды. Все приносить с собой, рекомендуют организаторы. Здесь развернется мобильный пункт приема вторсырья. Важно, чтобы все предметы были чистыми. Потом все собранное отправят на переработку. Подобные проекты еще раз напоминают нам о пользе раздельного сбора мусора. Во многих странах мира давно уже работает подобная система сбора и переработки отходов. В нашей стране она только начинает свой путь. От каждого из нас зависит, как быстро мы привыкнем к раздельному сбору мусора. Контейнерные площадки тоже начинают приводить в соответствие с новыми стандартами. К тому же такие акции, как «Эко-двор» приучают детей с малых лет бережно относиться к природе. В парке Николаева, кроме сбора вторсырья, будет работать пункт обмена книгами, запланированные экологические эстафеты, тематические игры, викторины. Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Далее в выпуске интересная и полезная информация о выставке «Каменная сказка». Я с вами прощаюсь до завтра. Всего вам доброго. Малахиты, бирюза, драгоценные сапфиры, рубины, жемчуга – это только малая часть тех камней, которые представлены на выставке. Выставка «Каменная сказка». Очень хорошая выставка. Нам нравится. Мы каждый год посещаем ее. Здесь много натуральных камней и есть из чего выбрать. Каждое украшение имеет уникальный дизайн, каждый камень – особенный. Данная шкатулочка выполнена из камня симберцита. Очень положительный камень. Камень положительной энергии, солнечный. Он заряжает пространство, чистит энергию. «Каменная сказка» – это возможность не только увидеть, потрогать камни, но и подобрать украшения по душе. Вы купили сережки, они прямо на вас? Да, сразу одела, очень красивые, мне понравились. Вот и купила. «Каменная сказка» – это на самом деле сказка. Здесь собраны уникальные коллекции. Люди приехали, которые посвятили свою жизнь камням, украшениям. Эти люди, они обязательно подберут вам те украшения, которые соответствуют вам по цвету глаз, по цвету вашего гардероба. Украшения и камни, представленные на выставке, привезли из разных уголков нашей страны. Яшма, агаты, малахиты – такое ощущение, что действительно попадаешь в каменную сказку. На выставке можно не только купить украшения и камни, но и проверить свои на подлинность. Это король камней, это бриллиант. Проверить свои фамильные ценности и убедиться в их драгоценности может любой посетитель абсолютно бесплатно. Проверку прошли и камни, представленные на выставке. Каждый камень – это не просто красота. Каждый камень – это кусочек нашей планеты. Каждый камень – это сгусток красоты, силы и энергии. И это обязательно надо почувствовать. А что для этого надо сделать? Надо прийти к нам на каменную сказку и увидеть это, и ощутить. Выставка продажа «Каменная сказка» расположилась в центре современного искусства на заливе Чебоксар. В столице она будет работать до 27 января с 11 дня и до 7 часов вечера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова